Постарайся у меня взять зелёв. Нет, не бери, а постарайся. Давай в поршень и влезет, быстро подъезжай и забери этот стул. Я стою рядом, его сторожу. Безусловно, любое начало – это риск. С условностью, если что-то не получилось, я закрыл дверь, и то вперёд. Отказаться даже, если бы в сравнении эта зарплата какая-то была бы выше, чем у кого-либо другого. А можно покататься, а мы заплатим. Зашло. Почему вдруг выставка в Германию? Я увольняю, беру обратно, когда поплачу, потом опять увольняю, потом опять беру обратно. Это болезнь. А если из тебя что-то получится, я приду и буду у тебя угорщиком. Всё ещё время, чтобы его пригласить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Всем привет! Сегодня я в гостях у Иланы Кац. Это предприниматель с большой буквы, человек, которому добился в бизнесе достаточно значительных результатов. Ей удалось выстроить компанию, в которой работают 160 сотрудников. При этом Илана является председателем еврейской общины здесь, в городе Каселе. И, к тому же, наверное, на данный момент единственным иммигрантом, который был занесен в книгу города Каселя, как почетный житель этого города. И как ей это все удается, и какая история стоит за этим успехом, мы услышим сегодня от нее. Илана, привет! Привет! Расскажи, может быть, в первую очередь, откуда ты приехала и когда вы эмигрировали сюда с семьей? Мы приехали в ноябре, 9 ноября 1999 года из реки, из Латвии, из большого красивого города, в котором осталась куча друзей, вся семья. Почти все. Значит, в каком году еще раз? 1999. 1999. 9 ноября. И кем ты там была? Какое у тебя было образование? Я закончила университет, Латвийский государственный университет по образованию биолог, работала в Академии наук в Латвии. И потом пришла перестройка, пришлось строить свою жизнь так, как получалось, потому что институт биологии закрылся, моя группа. То есть больше по профессии нигде нельзя было перестроиться? Ну, как научный сотрудник, нет. Так было сложно. Да. Хорошо. Уже по приезду в Германию ты пошла тоже изучать какую-то профессию или как? С обучением в Германию у меня смешно получилось, потому что я приехала в Германию, мы жили в такой маленькой деревне, это Неце, это еще до Корбуха было где-то 24 километра. И все с обучением было сложно, так как мы приехали без немецкого языка, очень много времени тратили, не тратили, а в общем-то инвестировали это время в изучение языка в общежитии. И когда пришло время учиться, мы могли выбирать шпрах-курс, мы нашли шпрах-курс для академиков, для людей с высшим образованием в Касселе. Вы, это кто, ты и твой муж или... Это мой муж, мой сын Сашка, ему тогда было 11 лет, и я. То есть тогда вы уже выехали с семьей, скажем так, да? Да, мы выехали втроем. И мы получили этот шпрах-курс в Касселе, оказалось, что я жду ребенка. И, конечно, это было активное время, активное изучение языка. Меня уговорили поступить в компьютерную академию на Siemens. И я закончила... поступила, меня взяли, я закончила Siemens по специальности интернет-энтвикле. Но параллельно я поняла, что мне это не очень нравится, и я параллельно занимала... пошла на экзистенс-грундун-курс. Ага. Чисто случайно или целенаправленно? Целенаправленно, потому что мы с моим супругом попытались вычислить, выяснить, что на этом рынке может быть важно, интересно, своевременно. Потому что те предложения, которые я получила из Арбайдсанта, то есть вместо доцентов в Геттингенском университете, без языка, и с такой огромной паузой в научной работе, не имело никакого смысла. Находиться на социальной помощи, ну, как-то... у меня не получалось. Непривычно. Я себя чувствовала неуютно. Поэтому у меня сложилось так, что я здесь немножко поучилась, и на экзистенс-грундун-курс я пошла осознанно. То есть как себе можно представить? Это уроки предпринимательства или что там преподают вообще? Это такая немножко смешная история. Мы уже решили, что мы хотим делать флекетинс, и попытались найти какие-то стартовые деньги, какой-то стартовый капитал. Это небольшой, 10 тысяч евро. Все банки нам, конечно, отказали, а кем мы были социальной помощи, получатели социальной помощи, и мы обратились в социалант. И когда я пришла на этот разговор в социалант, первый раз с моей подружкой, которая со мной всегда рядом, это Марина Дэйч, мы пришли в социалант, и нам сказали, что мы хотим сделать это. И вот я придумала, и мне так это нравится, мне сказали, нет, вы не Альтенфлегер, вы никогда не занимались этим, и у вас это не получится. Ну и сказали, да, идите, вам надо принести там эту, эту, эту бумажку, и сказал, вот у меня есть это. То есть какая-то бумажка все равно нужна была, чтобы заняться этим делом? Да, подготовить концепт, флеги лайтбель, то есть специальные бумаги для организации флеги динста. И я очень хорошо подготовилась к этому разговору в социаланте, и как потом мой собеседник мне сказал, что очень редко люди приходят на первый разговор подготовленный, они приходят с какой-то сырой идеей, и ждут, что эта идея разовьется в салон, или кто-то поможет. Я пришла уже с подготовленной идеей, с концептом, с анализом ситуации в касселе, анализом рынка, и это сработало, они сказали, что идите на экзистентский рундом курс, мы оплатим часть, а вы должны заплатить свою часть. Моя часть была тысяча евро, и для человека, который получает социальную помощь, это были большие деньги. Семейные, тем более. Да, семейные, и это кусалось, но я сказала, да, я абсолютно уверена в том, что я делаю, и моя семья меня поддержала, хотя, в общем-то, им тоже было нелегко, потому что уже родилась Габи, и Сашка еще тоже был маленький, и мой муж меня поддерживал. Да, но ты уже тогда подошла ко всему, к этому достаточно профессионально, ты сделала анализ рынка, у тебя уже был концепт, дело в том, что какой у тебя уже был до этого предпринимательский опыт, и был ли он вообще, был ли он уже до, то есть вот в Риге, или только здесь появился? По-моему, все, кто сюда приезжали, имели какой-то предпринимательский опыт за плечами. Да, у меня был небольшой предпринимательский опыт, конечно, назвать его предпринимательским сложно, но была такая малюсенькая фирмочка. Чем вы занимались? Мы занимались, я очень люблю игрушки, это мое фобби, наверное, я в детстве не доиграла, я попала в Нюрнберге на выставку, в Шпильваренвейсе на выставку игрушек, и увидела электромобили, такие машинки, на которых можно ездить. Тогда еще мой сын... Я еще помню, по-моему, когда маленький был, тоже были в гидропарках, по-моему, они выставляли, да, все время на прокат можно было взять. Я увидела, у меня Сашка был маленький, мне ужасно захотелось, чтобы у моего ребенка была такая машинка. Там был мотоцикл, модель Харли Дэвидсу, такая мечта. Мы купили такие машинки и катали на них в Риге. Ну, это вы, значит, вы поехали на выставку в Германию тогда еще, но это тоже, наверное, не случайно произошло. Почему вдруг выставка в Германию, именно по каким-то детским игрушкам, то есть эта тематика, то есть обратно же целенаправленно вы туда поехали? Я вообще очень... мне очень нравится заниматься тем, что связано с детьми. Это не совсем связано с моей сегодняшней профессией. Но я в Риге занималась очень много детьми. Когда-то тоже со своими друзьями, не одна, конечно, мы организовали конкурс, мини-мисс Лимпопо для девочек, потому что тогда это было очень сложно. Были конфронтации между русскоязычными и латышскоязычными людьми, это было архи-сложно. И мы говорили, что какая разница, на каком языке говорит ребенок. Мы говорим на всех языках, некрасивых детей не бывает. И так строилась цепочка. Сперва эти детские конкурсы, потом я получила там награду, офисер паблик релэйшн. И потом как-то мне очень хотелось заниматься чем-то, связанным с детьми. И так мы добрались до игрушек. И когда я попала туда, это было так здорово. Ну, ты тогда уже себя чувствовала предпринимателем? Наверное, нет. Потому что, в принципе, тогда вы не купили только машинку для Саши, а вы все-таки сделали такой маленький бизнес, начали их сдавать в аренду. То есть ты тогда уже чувствовал этот предпринимательский дух в себе? Мы посадили Сашку в Риге в парке на этот мотоцикл и пустили на мотоцикле проехать по большому-большому парку. И люди останавливались, все подходили и говорили, а вы можете нам продать этот мотоцикл? А можно покататься? А мы заплатим. И во мне проснулся предпринимательский. То есть судьба тебя толкнула в предпринимательство. Ну, хорошо. То есть на какие деньги, скажем так, на какую сумму вы закупили этих машинок? Окупилось оно в конце концов себя? Какой был, скажем так, опыт? Он был позитивным или негативным? Опыт был позитивным, потому что я, в общем-то, где-то больше математический человек. Я просчитываю все действия, и это было позитивно. Мы купили машинки, мы сделали прокаты, деньги мы взяли в кредит. Это, конечно, по тем временам было очень рискованно. Отдали кредит вовремя, с процентами, как было положено. Было тяжело. Но это интересно. То есть все-таки пошли на риск, да, потому что, скажем так, такая история, она оказалась бы, да, поехали, взяли машинки, сдали в прокат. Но вот первый шаг, в первую очередь, к примеру, получить ту сумму, которая нужна, это пойти в банк, взять кредит. То есть быть кому-то... А тем временем это были не совсем банки, Стас. Ага, понятно. Да, но как бы ни было, то есть все равно это какой-то риск, потому что эти деньги когда-то надо отдавать, то есть их нужно оправдать. И все-таки это, скажем так, такой предприниматель... Ты бы сказала, это предпринимательская жилка идти на риск. Или должно все быть продумано до последнего? Безусловно. Любое начало – это риск. Но все, что мы делаем в жизни, все начинается с определенного риска. Ты рожаешь ребенка – это тоже риск. И каждый бизнес – это, в общем-то, как ребенок. Ты его строишь, ты... Как ты строишь дом, как воспитываешь, как ты его растишь. Это все риск. Ну, хорошо. И почему, на чем это закончилось? На чем бизнес закончился? Бизнес закончился... В общем-то, он не закончился. Я его оставила моей подружке, у которой было сложное положение. Когда мы приезжали в Германию, я думала, что я здесь проведу очень короткое время и вернусь обратно в Ригу. Но так получилось, что у меня внутри появилась жизнь. А мне на тот момент было 39 лет, и рожать ребенка в 39 лет в Риге – это было практически невозможно. Мы очень хотели этого ребенка. Мы остались в Германии. И так получилось, чему я, честно говоря, очень-очень рада. И я себя... Я себя хорошо здесь чувствую. Да. Но это был единственный бизнес там, в Риге? Или все-таки были еще какие-то попытки до этого, может быть, или после этого? Один раз, когда-то мне предложили, я уже не помню количество, продавать какое-то неимоверное количество пива в банках. Это был такой бизнес, который гулял на территории Советского Союза. И я что-то посмотрев на это неимоверное количество банок пива, посчитала площадь днища банка. В банке я представляла, что если это поставить в Рижском порту, то будет заставлен только весь порт, ну и половина Риги. Я поняла, что, в общем-то, глупо бегать с этими факсами, это бесполезно. И все эти посреднические дела – это не для меня. Аки-продажи, мультитрейтинг – это все не для меня. Я не могу ходить и просить. Наверное, это для меня самый большой двигатель. Я не могу просить ни у кого и ничего. Ну, в общем, как я понял, ты приехала уже сюда с таким достаточно, ну, скажем так, большим опытом. Очень, конечно. Да, как предприниматель, все-таки ты уже была подготовлена, ты знала точно, что нужно, что нужно людям, как донести, скажем так, свою идею. И, в принципе, вот расскажи, как вы вышли на вот эту вот нишу заниматься кодом за пожилыми людьми? Это была спонтанная идея или как вы вышли вообще на вот эту? Ну, когда наша мечта не сбылась, и я получила на все мои БВР-бунги стать кассиром в Эдеке отказа, и мой муж получил отказ с Вольксвагена, мы поняли, что работу мы не найдем. И мы стали читать газеты, что востребовано. И заметили, что постоянно ищут медицинских работников для работы с пожилыми людьми. И очень много объявлений, что ищем людей, которые могут посидеть там с пожилым человеком, приват или фирм. Стало понятно, что это важно. Кроме того, у нас были знакомые пожилые люди из общины. Мы ходили в общину с самого начала. Потому что мы, в общем-то, такая традиционная семья, не ортодоксально верующая, но традиционная семья. Мы ходили в общину, у нас было очень много стариков, которые все время обращались с просьбой, а ты не можешь пойти со мной перевезти к врачу. Случались всякие от смешных, курьезных ситуаций до трагических, когда переводы были плохо сделаны или неправильно. Стало ясно, что людям нужно сопровождение. Потом оказалось, что кроме сопровождения было бы неплохо, если бы кто-то принес сумки. Аки все, все евреи, в то время, которые приезжали, я не знаю, как сейчас, имели штамп в паспорте. Ты был привязан к городу, ты должен был жить в касселе, там, где тебе платят социальную помощь. И, допустим, молодая часть семьи находила работу в Дюссельдорфе или в Берлине, или студенты уезжали куда-то учиться, а пожилые люди оставались здесь. А помощь им нужна была. Притащить даже воду для многих людей становилось огромной проблемой. И мы начали помогать. Мы год работали просто так, волонтерски. И наработали где-то небольшой такой клиентарь, крат. Клиентскую базу, да. Да, клиентскую базу. Мы начинали, у нас было 6 человек. Ну и вот так вот настроили. Интересно, то есть, получается, вы активно искали нишу, то есть, это не было принципиально заниматься только этим, вы бы занимались чем-то другим. Но вы тогда с мужем пошли туда, где был запрос, скажем так. Да, где был интерес. Да, хорошо. Просто вот как, может быть, потому что нас смотрят люди, которые, в принципе, обдумывают, заняться каким-то собственным делом, с чего-то начать. И не у всех просто есть какие-то суперидеи, как у Цукерберга, да, с Фейсбуком, или как мы видим. Да, к сожалению, он единственный, да, Цукерберг. И дело в том, что зачастую вся вот эта стартап-сцена, это зачастую люди, у которых есть грандиозные идеи, им нужны просто там миллион евро, чтобы их реализовать. Как вот людям, у которых нет этой идеи, но они хотят чем-то заняться, может быть, тоже не находят достойную работу, либо видят себя, в принципе, чуть-чуть в другой роли здесь в Германии, как бы ты посоветовала бы найти вот эту вот нишу? Ну, для начала надо иметь смелость оторваться от дивана и сделать первый шаг. То есть комфортную зону нужно покидать? Да, комфортная зона, надо просто было найти свою болезненную точку, да, от которой ты оттолкнёшься. Для меня болезненной точкой была беседа с одним работником, Слендер Бехёрдович в самом начале, который мне сказал, что ничего у тебя в этой жизни не получится. Уже здесь в Германии? Да, да, да. Ты всё равно будешь здесь только путь, а если из тебя что-то получится, я приду и буду у тебя уборщиком. Вот всё ещё время, чтобы его пригласить. Для меня это был такой волшебный пинок, я понимала, что я всё равно буду двигаться, но в тот момент для меня это был волшебный пинок, который меня подвинул. И, конечно, ситуация, когда моему сыну сказали в школе, что ты зоциальхильфэнфэнгер, и мы соберём для бедного Саши деньги, чтобы Саша поехал с нами в класс. Мне не хотелось, чтобы мой ребёнок это переживал. Надо просто подумать, если тебе комфортно и удобно сидеть на диване и получать свои деньги, тебе достаточно, что ты можешь накопить на кроссовке за 100 евро, это твоя жизнь, тебе хорошо живи так. Если ты хочешь чего-то большего, то только шевелиться. Искать, что интересно, искать, что по сердцу, но не очень выбирать. То есть, наверное, нужно уточнить, что комфортная зона у каждого разная. Скажем так, мы сейчас не говорим только о людях, которые живут на социалхильфе, на социальной помощи, а в принципе зачастую комфортная зона – это даже может быть работа, достаточно хорошо оплачиваемая работа, но человек, в принципе, может быть, считает, что он заслуживает чего-то более. То есть, наверное, в данный момент нужно сказать, что комфортная зона может являться именно той, в которой вы сейчас себя видите, скажем так, или находитесь. Абсолютно правильно. И нужно просто, может быть, отказаться даже, если бы в сравнении эта зарплата какая-то была бы выше, чем у кого-либо другого, потому что зачастую человек сравнивает себя, может быть, с кем-то, у кого она чуть-чуть пониже и считает, что он очень даже неплохо здесь работает. И нужно просто сказать, что нужно уходить из этой комфортной зоны, потому что дальше ждет тебя, может быть, чуть-чуть больше, и этот потенциал нужно развивать. Хорошо. То есть вы начали, как говорится, мониторить рынок. И вот какие, то есть где вы находили информацию, может быть, с этого начать? Это было несложно, потому что прессы русскоязычной было мало. Мы просто прочитывали все, что было в интернете, все, что было в русскоязычных газетах, учили язык, и, собственно говоря, мы шли своим путем. Нам было понятно, что пожилым нужна помощь, нам было понятно, что это то, что мы хотим, это работа с людьми, и мы просто шли вперед. Ну, хорошо, то есть вы создали фирму, которая этим потом начала заниматься, скажем так, профессионально. То есть этот момент тоже не нужно упускать, то, что вы вначале это делали совершенно бесплатно. То есть это тоже, это уже не один раз, где люди рассказывают, что они изначально предлагали свои услуги за бесплатно, чтобы заполучить эту клиентскую базу, что и вы, в принципе, тоже сделали. Но когда-то это выросло вот в какую-то компанию. Ты помнишь еще вот этот вот момент, когда это начало становиться чем-то таким профессиональным, даже можно сказать? Ну, начнем с того, что у нас мы начинали работать, как в любом флегидинстве должны быть профессионалы, мы начинали работать с профессионалами. У нас был флегидинствляйтер, который работает с нами до сегодняшнего дня. У нас была Штельфертретенда флегидинствляйтера, это медсестра, и она тоже работает с нами до сегодняшнего дня. Это была поддержка, и мы, в общем-то, мы больше друзьями были, чем... Нас объединяло то, что мы вместе работаем, несмотря на то, что Дедлев, он немец, рожденный в Германии, и получивший образование здесь, в Германии. И он вдохновился моим энтузиазмом, когда я ему рассказывала, что давай, вот это здорово, и мы тебе будем платить зарплату, наверное, когда-нибудь, но пока у нас ничего нету, пока мы получаем социальную помощь. Как оказалось, он тогда мне не поверил, что я получаю социальную помощь. И мы дали объявление в газету, что вот одна не совсем нормальная, делает флегидинств, и нужно с чего-то стартовать. И нам отдали все, нам отдал один штуер-оператор, отдал нам стол, стулья, бумагу, скрепки, ручки, карандаши. И из какого-то, где неблагополучные подростки, какая-то организация нам отдала стулья, которые мы до сегодняшнего дня используем в треф-пункте для наших сеньоров. Девчонки на работе сидят за столами, которые нам тоже отдало какое-то бюро старое. То есть главное было начать? Главное было начать. Мы проезжали, мы знали, что для наших стариков, для кого-то нужен там стул. И проезжая по городу, тот же Дедлев такой, холеный, на Порше, он мне звонил, говорил, ты знаешь, я сейчас проезжал, я видел на улице стоит стул. Я видел такой-то пациентки, икс, нету стула. Давай в Порше не влезет, быстро подъезжай и забери этот стул. Я стою рядом, его сторожу. Ничего. И корона не упала. Вот так мы строили отношения. Мы строили отношения с клиентами, пациентами, с их семьями. Мы очень много знаем, порой больше, чем даже семьи знаем о наших клиентах и пациентах. И мы на этом воспитываем наших детей тоже. Наши дети на каких-то мероприятиях работают с нами. Они нам помогают, они помогают нам с бумагами. То есть у нас это всё вместе. Постепенно, да, выстраивалось. Ну то есть изначально ты убеждала людей чисто идеей. Да, и они мне верили. Да, то есть, наверное, это вот такой вот пример для всех, что не надо изначально каких-то супер денег, а нужно быть просто уверен в том, чего ты хочешь добиться, и заражать этим, наверное, других. И перед тем, как платить какие-то уже изначально сумасшедшие, там, не знаю, зарплаты, или просто, или скорее думать, что тебе нужно за всё платить, а зачастую всё, что надо, лежит, вот, как говорится, под ногами. Бери и делай. Скажи, когда пошли первые зарплаты? То есть с какого момента уже можно было платить людям за то, что они работали на вас? Первые зарплаты пошли со второго месяца, потому что мне социалам дал кредит 10 тысяч евро. Я думала, что это так много, просто обалдеть, сколько. Но мы ещё получили, моя семья получила обер-прюбинг, скельт, на полгода. Полгода мы получали деньги, на которые мы жили. И, в общем-то, у нас не было ситуации, когда мы были, попадали в тотальный минус. У нас был открыт диспокредит. Банк нам открыл, потому что они увидели, что постоянно идёт постоянный приход денег. И мы двигались так. Конечно, мы экономили, мы не делали большую рекламу. Наши первые работники ездили не на автомобилях, а они ездили на автобусах. Скажи, в чём, в принципе, как говорится сейчас в новом сленге, такой USB, то есть какая особенность в вашем, в вашей услуге, чего даёте вы, чего не дают другие. Вот на чём вы выстраиваете свой сервис, чтобы люди к вам шли. Стас, ну ты сам видел, я тебе показывала, это в первую очередь, это работа с людьми, как с людьми, а не с пациентами. У нас наши люди не работают по минутам. У нас всё-таки большой штат, у нас очень много пациентов. Мы можем находить людей, которые подходят по характеру пациенту, клиенту. Учитываем индивидуальность каждого человека. И, конечно, мы понимаем немножко иначе, наверное, нужды наших людей. Я тебе рассказывала, наверное, чтобы у нас была женщина, у которой была очень большая рана, и мы делали перевязки. Я ассистировала, просто стояла рядом, женщина была лежачая, чтобы ей было легче, мы голос пели русские песни. И для нас это было показательно. Если вот та же женщина, она, к сожалению, её уже нет, ей было хорошо, когда она плавала в ванне, и мы, в общем-то, по правилам должны были стоять рядом, говорит, всё-всё-всё, вам ещё две минуты, три минуты осталось. И она очень, эта женщина, переживала из-за этого. Мы сказали, да наплевать на эту рекламу и наплевать на эти пять минут. Я не тот, кто сверху, да, который будет решать, когда человеку хорошо или плохо. И мы делали так, чтобы она находилась в ванне там дольше. Это мелочи для нас, для неё это было что-то. То есть, я думаю, что человеческое отношение. То есть, человеческий подход – это то, что продвигает вас дальше. Потому что, нужно сказать, таких сервисов, наверное, много в каждом городе. Ну, как бы ни было, у тебя достаточно большая компания. На данный момент, то есть, всё-таки 160 человек. То есть, вы дали 160 сотрудникам рабочее место. Это уже достаточно, скажем так, ну, скажем так, большой бизнес, по крайней мере, локально здесь. В нашей бранице это считается большая. Да. У вас есть, например, филиалы в других городах? Нет. Было очень много запросов, нас спрашивали. Но мы решили, что мы не можем отвечать за качество работы, если мы не присутствуем там. Есть такой же флеггинг СПСХ, как наш. Это флеггинг Соргенхельф в Мюнхенгладбахе. Это открыл мой друг, семья моего друга. И на первых порах я им помогала, но я была абсолютно уверена, что там, где они работают, они работают по тем же правилам и по тем же законам, которым мы работаем. Поэтому есть СПСХ, но они абсолютно автономные, это не финансово, это дружеское. И вся наша команда, ты все реагируешь, 160 человек. У нас команда. У нас очень хорошая команда. У нас есть театральные группы. У нас мы вместе танцуем балет, мы вместе занимаемся каким-то спортом. Мы вместе ездим за границу. Там на один-два дня. То есть у нас команда, у нас нет текучки. У нас даже те девчонки, которые выходят замуж в другие города, они отрываются от нас, как от семьи. Ну, знаешь, Иван, это достаточно такой интересный фактор. Скажем так, с одной стороны, есть клиенты, которым нужно находить в вашем, скажем так, в вашем сегменте человеческий подход. Но с другой стороны, это и рабочие. И так как я понимаю, у вас достаточно много русскоговорящих людей работает. И вот, что мне интересно, дело в том, что вот сам климат в фирме, да, где много русскоговорящих людей. Потому что мы знаем здесь, как работает на немецких фирмах, да, люди идут на работу, потом они идут домой. То есть есть работа, есть дом. Я знаю по своим родителям, которые мне зачастую рассказывают, что когда они там, еще на постсоветском пространстве, скажем так, шли на работу, там, в принципе, там проходила жизнь, там были друзья, там было весело. То есть люди с удовольствием ходили на работу. Вот это вот отношение, для вас это важно в фирме продолжать вот эти вот отношения именно с рабочими? Да, но это не рабочие, я повторяю, наши друзья. Когда у нас, мы приближаемся к Вайнуке, это Вайнахт и Ханука вместе, потому что у нас все перемешано. Наши немецкие работники, наши русскоязычные работники начинаются подготовки спектаклей. Репетируют во всех углах, репетируют с утра до вечера, общаются. То есть не только евреи, там все, да? Главное, что праздник. И первое время немецкие коллеги говорили, это же работа, зачем? То теперь они точно так же с нами репетируют, точно так же снимаются в кино. Мы снимаем клипы, у нас целая куча всего, всяких дел, которые происходят. У нас в наших спектаклях участвуют дети, наши дети дружат между собой. Общее настроение, общее желание. Мы написали вместе книгу, весь Флегидинс писал эту книгу. Мы делаем вместе общее дело. И каждый понимает, что как от любого винтика в машине, от каждого из нас зависит... От каждого винтика зависит, как будет машина. Успех всей фирмы. Да, но иногда я злюсь. А тяжело быть строгим в таком коллективе? Я не строгая, я никогда не повышаю голос, я никогда не кричу. Ну ты же лидер, то есть лидеру свойственно ударить по столу. То есть вот как, вот достаточно тоже интересный вариант, вопрос такой. Именно такие семейные отношения, скажем так, на фирме, все друзья. С другой стороны, ты все-таки лидер, да? Как ты совмещаешь вот это вот? Я не повышаю голос, никогда. Но они всегда знают, какое у меня настроение. И когда у меня плохое настроение, они всегда заходят, говорят, только не смотри. Потому что когда я смотрю им достаточно, я не знаю, вроде ничего страшного. А по каким критериям вы отбираете персонал? Мне интересно, потому что вот, к примеру, нас смотрят люди, которые, может быть, захотели бы поработать у тебя в фирме. Какие критерии, на какие критерии вы смотрите? Любой человек, который приходит, для нас даже не суть важна, какое у него образование. Нам важно, вот как он, как построится отношение, как построится первый разговор. Мы всегда даем второй шанс попробовать два дня поработать бесплатно с кем-то из наших работников, из опытных работников. У нас есть менторы. И эти менторы нам говорят, как этот человек находил контакт с пациентами. Мог он говорить, не мог он говорить. Как строились отношения, как он улыбался, как он поздоровался. Видно по мелочам, когда ты находишься час в квартире человека, то можно заметить. И мы даем возможность нашим, потому что с самого начала мы для себя поставили... Одно из наших правил было, что если мы не будем помогать своим, то почему нам должен кто-то помогать? И мы даем нашим людям возможность показать себя. Бывает... Нашим, то есть русскоговорящим? Русскоговорящим в первую очередь. Ну, бывают, конечно, ситуации. За все время я, наверное, уволила человек десять. Это для меня очень болезненно. Потому что я увольняю, беру обратно, когда поплачу, потом опять увольняю, потом опять беру обратно. И это болезненно. Как я понял, вот этот вот подход без вот этой штоп-го, да, как я понимаю, это уникально, с одной стороны. То есть так работают многие или так работаете только вы? И если только вы, такие вещи можно лицензировать, к примеру, как-то защитить вот свой, как бы, бренд, скажем так? Каждый флегетинск получает модуль. И в этом модуле стоит, что ты должен делать и как. Например, кёрпер-флегетом. Словно 37 минут надо за это время раздеть человека, перестелить кровать, помыть, вытереть, высушить волосы, сделать, почистить зубы, сделать интим-флеги. 37 минут. Это для человека стресс или это норма? Как для кого, да? Кто-то это делает за 10 минут, кто-то за 15. А кому-то надо для этого часа. Вот лицензировать нет. Но найти время, где сэкономить, например, ставить не длинные переезды между пациентами, ставить пациентов в одном доме или в соседних домах. Ну, дело в том, что это уже, да, это уже оптимизация каких-то процессов. То есть, скажем так, может быть, какая-то большая кета, да, цепь магазинов, она бы уже, наверное, давно бы как-то бы это сделала, франшизу для этого. То есть, есть какие-то представления вот развить вот этот вот концепт дальше или он хорош таким, как он есть на данный момент? И масштабирование, скажем так, именно этого процесса, оно бы, может быть, стоило качества? Я думаю, что пока, да, мы должны на этом процессе утвердиться. То есть, то, что это работает, это показывает наши результаты. Но есть тоже сложность. Есть определенная сложность. И опять же, личность нового характера, это когда не совпадает, допустим, работник и пациент. И удобно в один дом поставить к пяти пациентам одного работника. Не нашли два человека, не нашли точки соприкосновения. Это сложно, это люди. И всегда здесь должен быть индивидуальный подход. В любом случае, мы пытаемся это сделать. И следующее наше начинание – это такос флейки, мультикультурель такос флейки с двумя кантинами. Одна кошерная кантина. То есть, это шаг масштабирования бизнеса, да? Кошерная кантина. На 48 человек будет так и с флейки. Мы уже все построили. Очень надеемся, что буквально в ближайшем будущем мы откроемся. Мы не надеемся, мы откроемся. На данный момент вы финансируете себя сами или вы привлекаете все-таки инвесторов? Нет, мы финансируем все сами. То есть, ты того убеждения, что, в принципе, если можно себе позволить самому профинансировать свои проекты, нужно как бы тратить, рассчитывать на свои какие-то ресурсы, потому что зачастую люди привлекают каких-то инвесторов, чтобы не трогать как бы свои деньги, чтобы этот риск делился на несколько людей. То есть, у тебя убеждение, что нужно рассчитывать на себя. Я рассчитываю на себя. Правда, сейчас банки бегают сзади, говорят, возьми кредит, возьми кредит. Ну, не надо. Илана, какие еще проекты у тебя? Помимо бизнеса, ты очень активный человек, скажем так, политическое лицо, да, где-то мы тихо так это скажем, вот, но ты очень активна, то есть у тебя очень много проектов, у тебя галереи, у тебя это, у тебя то. Расскажи буквально, может быть, о пару каких-то проектов, которые ты инициировала. Мы открыли музей. Это еврейский музей, первый частный еврейский музей. Он называется Сара-Нузман Центром. В общем, кому интересно, могут прийти. Совершенно потрясающие вещи. Мы для себя получили очень сильные эмоции, мы очень много работаем с людьми, мы очень много собрали материалов, мы работали в архивах, мы делаем экскурсии. В этом году, я не могу точно сказать, мы где-то остановились на трех тысяч человеках, которые посетили наш музей. Мы рассказываем о еврейской жизни, мы делаем воркшопы, мы рассказываем, разъясняем, что такое антисемитизм, антиизраализм, антисионизм. Ведем семинары, воркшопы. Мы все это делаем на свои деньги. Мы, конечно, в этой ситуации мы будем зависеть от спонсора. А по ночам я еще рисую. Ах, даже так. Конечно, это, скажем так, если ты уже что-то сделал, у тебя что-то получилось, можно сказать, что это как бы следующий, следующий проект, он дается легче, ты бы сказала. Ты знаешь, если можно сказать, что когда ты рожаешь ребенка, то каждый следующий ребенок рождается легче. То есть есть свой риск, что что-то не получится. Конечно, безусловно, есть риск, хотя кто-то говорит, что... Одна моя приятельница, она сказала, что ты избалована успехом. Но я не избалована успехом, да, я работаю, потому что когда-то, перед тем, как уехать сюда, в Германию, я проходила тренинг, там какой-то был лайф-спринг, когда-то, лидерский тренинг. На меня очень сильно, на меня сильное впечатление произвел один пример. Тренер достал телефон и сказал, постарайся взять у меня телефон из рук. Постарайся у меня взять телефон. Нет, не бери, а постарайся. И когда человек что-то делает, он говорит, я постараюсь. Слово постараюсь не несет ничего. В лексиконе нашей семьи слова постараюсь нет. Я делаю. Я беру телефон, я делаю. Когда ты остаешься на слове стараюсь, постараюсь, сдвинуться очень сложно. Буквально последний вопрос. Если бы у тебя была возможность начать сначала свой бизнес, или бизнес, может быть, в Риге, который ты начинала, у тебя есть момент, где бы ты сказала, я сделала какую-то ошибку, или я бы сделала, может быть, чуть-чуть по-другому? Ну, в плане бизнеса, нет, наверное, меня, мои родители наградили счастливой способностью. Если что-то не получилось, я закрыла дверь или вперед. И я не оглядываюсь. Все, что было сделано, это все школа. Значит, все, что школа, это все хорошо. Последний вопрос у нас, скажем так, это такой фирменный вопрос. Он, может быть, не совсем легкий, но мы пытаемся его задать. Дело в том, что чисто твое мнение, как ты считаешь, в чем разница, или в чем плюс русскоговорящего предпринимателя, либо человека, который, в принципе, приехал в другую страну, в чем его плюсы, может быть, минусы по сравнению с людьми, которые здесь родились? Безусловно, плюсов больше. Потому что я думаю, что мы решительнее. В Германии абсолютно оптимальные условия для русскоязычного предпринимателя, потому что ниже социальной помощи не упадешь. Это уже определенная стабильность. Во-вторых, конечно, у нас образование, которое мы получали в Советском Союзе, в постсоветском пространстве, оно такое, оно более широкое. Здесь идет более углубленное изучение каких-то вещей. У нас более широкое образование. Так мне кажется. И все-таки учиться для каждого человека из бывшего Советского Союза, для каждого русскоязычного, это определенный вид работы. Мы работаем, мы учимся, и мы вкладываем что-то в себя. Здесь же, когда говорят, что учиться — это только шпаз, или это в основном шпаз, ты не получаешь, наверное, такой объем необходимых знаний. И, соответственно, не вкладываешь столько в ответ. Плюс у нас у всех дистанция, короче. Мы должны быстрее бежать. А мы приехали поздно. Илана, спасибо тебе большое за этот разговор, за те убеждения, с которыми ты поделилась с нами, и, в принципе, за твой пример, с которым ты просто показываешь, чего можно, в принципе, добиться, приехав в новую страну. Илана, спасибо тебе за разговор. На здоровье, если это кому-то может, то это хорошо. Мы уверены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!